8 апреля во всех школах страны прошел Всероссийский единый урок Победы. Масштабная акция, приуроченная к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие станет не просто разовым событием, а началом активной патриотической работы и подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая. О том, как начиналась война и какой ее помнят наши герои, рассказывали в стенах Республиканского инженерного колледжа. 1941 год, начало перволетнего месяца. Мальчишки и девчонки радовались каникулам, выпускники прощались со школой. И никто не подозревал, что война вот-вот украдет у них детство и юность. Так начиналась Великая Битва, оставившая неизгладимый след в истории всего человечества. Что случилось? Скажи мне, ветер, что за боль у тебя в глазах? Разве солнце не так уж светит? Или вянут травы в садах? Почему люди все на рассвете, вдруг застыли, раскрыв глаза? Что случилось? Скажи нам, ветер, неужели это война? Экскурс в историю продолжился рассказами подполковнего пограничного управления воинской части Сергея Ваюшина, старшего прапорщика запаса ветерана боевых действий Мелькем Гасанова. А собственными воспоминаниями и переживаниями поделился участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Комков. Его китель полон орденами и медалями. Все это как свидетельство его заслуг и побед. Он принимал участие в битве под Сталинградом, воевал в минометной батарее. Там же получил ранение, которое до сих пор напоминает о страшных годах. Что я хотел сказать? Вот когда дали нам эти патроны и все прочее, дали три обоймы в минцовке, три обоймы. Я сразу говорю, а что вы дали три? Я сейчас по секунду ходил на пелку с ружьем, 40 патронов брал, а вы мне даете три обоймы. Что я делаю? Там будет. Ну раз будет, значит все. Среди присутствовавших гостей и воспитанники детского дома Гурда Каспис, из уст которых звучали стихи и песни о победе. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним, гордо и прямо погибших в борьбе, есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посмять. Стала вечной славой, мгновенная смерть. Но что же значит война для сегодняшнего поколения? И гордиться ли подвигом героев нынешняя молодежь? Знают ли они о всенародном боевом характере наших дедов и прадедов? Ценят ли ту свободу, что так долго отвоевывали всей страной? Студент инженерного колледжа Мамед Чувашев говорит, что такую великую историю забыть просто невозможно. Те дети были более взрослые и ответственные. Потому что большая ответственность лежала на них. И то, что они делали раньше, нынешнее поколение не сможет повторить. И мы помним подвиги, то, что они сделали. И нам не все равно. Совсем скоро 70-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Эта дата, несомненно, должна быть на устах у всех людей, проживающих в нашей стране. Проводим уроки побед. Одна из возможностей. Дать понять учащимся образовательных учреждений, что такое вера, героическая решимость и безответное мужество, которым вплоть до конца войны руководствовался каждый житель Советского Союза. Каждый. От мала до велика. Шахноват Кулиев, Алексей Колесников. Новости.